Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я расскажу вам о том, почему мы во время подтверждения диплома в другой стране или переезда в другую страну поиска работодателя, чувствуем себя как выжатые тряпки, нам очень плохо, и расскажу, почему это происходит. Расскажу, почему мы теряем мотивацию и что с этим делать. Вот я работаю с людьми, помогая подтверждать диплом, проходить этот путь уже более пяти лет. И я поняла, что мы с вами постоянно взаимодействуем с определенными видами абьюза. И этот абьюз, он сопровождает нас на протяжении долгого времени. Некоторые из наших соискателей, они по 3-4 года проходят подтверждение диплома. Это касается врачей. Именно причиной такой задержки может стать и рассмотрение документов длительно, и с первого раза неуспех в сдаче фахшпрахпрюфинг и другие причины. Я не буду подробно останавливаться сегодня на определенных специалистах. Я расскажу в общем, почему этот процесс переезда и подтверждение диплома очень сложен морально, именно с точки зрения морального, психического нашего здоровья. И, конечно, дам рекомендации. Расскажу, как можно это преодолеть, и как я себе тоже помогаю, покажу вам на примере своем и наших соискателей. Вы знаете, я надеюсь, какие виды абьюза бывают. На эту тему очень много и сейчас, и видео есть, и информация в интернете. Я буду немного объяснять, что это за виды абьюза своими обывательскими словами, потому что я не психолог. Но, готовя этот материал, я, конечно, пользовалась справочниками психологическими, доступными в интернете и книгами тоже. Первый вид абьюза, с которым мы сталкиваемся при подтверждении диплома, это эмоциональные качели. Эмоциональные качели. То нам хорошо, то нам плохо. То мы получили какие-то радостные новости, то плохие новости. Например, мы подаем документы в ведомства, хорошо эмоционально заряжены. Мы привязываемся к этому человеку, особенно если знаем, кто будет обрабатывать наш запрос. Мы ждем от него определенных каких-то результатов, писем, но нам ничего не приходит. И начинаются месяцы ожидания, что нормально, к сожалению, в процессе подтверждения диплома. И эта эйфория сменяется каким-то напряженным ожиданием и, конечно, разочарованием, сменяется тоской, грустью. Особенно, когда мы получаем какие-то после эйфорического ожидания, получаем какие-то новости из ведомства о том, что не хватает определенных документов, мы должны что-то дослать. И мы понимаем, что после такого длительного ожидания нам нужно еще готовить какие-то документы. И это эйфорическое настроение сменяется разочарованием, подавленным настроением. И снова идем в этот этап, когда приготовили документы, дослали, наступает эйфорическое настроение с меняющимся тягостным ожиданием и снова какими-то разочарованиями. Эти эмоциональные качели сопровождают нас, поверьте мне, на протяжении всего процесса подтверждения диплома. Второй вид абьюза – это доброжелательный сексизм. Доброжелательный сексизм, особенно женщины с этим часто могут встречаться в жизни, когда мужчины говорят, например, «Ты женщина, я не хочу, чтобы ты это делала, передай мне эти обязанности, возложи на меня, потому что ты женщина, я хочу тебя от этого уберечь». А женщина, в свою очередь, хотела бы этим заняться, например, подготовкой к какому-то празднику или просто заняться деятельностью, которая приносит ей радость. И вот этот доброжелательный сексизм, «Я тебе во благо якобы хочу помочь», но в то же время не учитываются потребности самой женщины. Это может быть и с мужчинами такая же ситуация, только в обратную сторону. Не учитывается пожелание самого человека. И у нас такие ситуации бывают, когда работодатель, зная, например, о том, что у кандидата несколько детей, отказывает вместе на работу. Например, у нас была одна врач, кандидат, которая прекрасно владела немецким языком. У нее был шикарный опыт работы и очень хорошее резюме. Ей два работодателя отказали вместе работы по причине того, что у нее трое детей. И когда я звонила в клинику и спрашивала о причине отказа, мне пытались сказать о том, что, например, недостаточен уровень немецкого языка или еще там какие-то глупые причины назывались, которые неправдоподобно звучали. В итоге я добивалась того, чтобы мне назвали реальную причину. И ответ был следующий. Мы не будем брать эту кандидата на работу, потому что у нее трое детей, и ей будет очень тяжело интегрироваться. Мы знаем, что для нее это будет очень большой стресс. И мы не хотим, чтобы она этот стресс проживала. Вот мы ее хотим от этого уберечь. И, может быть, вообще лучше оставаться в своей стране и не связываться с этим сложным, долгим процессом подтверждения диплома и миграции. Но это в чистом виде, этот доброжелательный сексизм, который мы с вами можем в некоторых случаях наблюдать. Следующий вид абьюза, с которым мы можем столкнуться с вами, это эйджизм. Очень-очень часто задают эти вопросы кандидаты. Поверьте мне, я в процессе работы много раз видела ситуации, когда отказывали кандидатам, потому что кандидаты очень молодые, очень чересчур не молодые, владеют маленьким количеством опыта. Под опытом имеется в виду возраст. И владеют очень большим количеством опыта. Ну, то есть это то, что я не могу понять. Вот причина отказа по возрасту, например, если кандидату 22 года, могут сказать, что он очень молод, у него недостаточное количество еще опыта в той или иной специальности. Кандидату 45 лет. Вы знаете, что, кстати, после 45 лет сложно получить визу в Германию, сложнее, чем до 45 лет. Нужно для получения визы иметь дополнительную пенсионную страховку. И все, и вы приезжаете на работу спокойно и работаете без проблем. Так вот, работодатель всегда может придираться к возрасту, всегда могут быть какие-то сомнения. И для меня это еще один из видов абьюза, потому что сейчас, тем более в современном мире, возраст не играет такую колоссальную роль. Тем более для соискателей из других стран большую роль играет все-таки объективно это знание немецкого языка, владение языком, мотивация, желание интегрироваться, желание работать и обучаться. Вы можете со мной поспорить. Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях. Вот отказ кандидату по возрасту это эйджизм в чистом виде. Следующий вид абьюза это триангуляция. Триангуляция это введение в отношения третьего человека. Это когда я говорю, не читайте каких-то пабликов, не смотрите на других людей, как они делают. Идите своим путем. У каждого из нас индивидуальная дорога, индивидуальный путь. Триангуляция это когда мужчина рассказывает своей жене, например, чтобы вызвать у нее ревность, о том, что у него когда-то были какие-то супер отношения, ему так в этих отношениях было классно и прекрасно. И для того, чтобы вызвать ревность у женщины, и она, возможно, там как-то на это эмоционально реагировала. Я снимаю видео, у меня самой смешно, как я перевернула эту тему. Но на самом деле, да, так и есть. Мы претерпеваем прям виды абьюза в процессе интеграции, переезда в другую страну. Это так и есть. Вы идете на паблик, смотрите, читаете какие-то истории и сравниваете сразу с собой. И у вас есть, например, какие-то уже сложившиеся, устоявшиеся общения между потенциальным работодателем, между учреждением, в которое вы подали документы. И все так вроде бы идет, все хорошо, прекрасно вроде бы движется процесс. Но тут появляется какой-то друг, который вам рассказывает, что вы ждете, например, уже 5 месяцев дефицит бешайт или какой-то документ от ведомства. А у него всего это заняло 3 месяца. Начинается самокопание, копание в интернете. Почему я так долго жду? А у других это было так, а у меня так. И ко мне тоже очень часто придирались. Я нескольким кандидатам отказывала в сотрудничестве, разрывала контракты, потому что вроде бы мы и стратегию построили, идем по плану, но приходит кандидат, начитавшись информацией, пообщавшись со своими знакомыми и предъявляет мне претензии в том, что, например, у нас этот процесс длится дольше, чем у кого-то там. И поэтому я сразу пресекаю такие моменты, потому что это очень эмоционально напрягает. Это один из видов абьюзов, когда тебе ставят в укор именно сравнение с кем-то. Пятый вид абьюза, с которым сталкиваетесь вы при подтверждении диплома, это газлайтинг. Это форма психологического насилия, это форма манипуляции, в которой жертва выставляется какой-то дефектной. И цель этой манипуляции заставить жертву сомневаться в адекватности окружающей действительности. Я вам расскажу историю. У нас врач была и есть, она до сих пор не может переехать в Германию. Четыре года уже занимаемся процессом ее трудоустройства. Так вот, она сама нашла работодателя и захотела к этому работодателю пойти на работу. Ей дали приглашение на госпитацию. И мы в этом процессе все взаимодействовали, работодатель и кандидат. Я помогала с подтверждением диплома. Я знаю изнутри эту ситуацию. Ей за два года в процессе, пока мы занимались именно подтверждением диплома, ее получением разрешения на работу, ей этот работодатель четыре раза отказывал в месте на работу и снова давал ей это место, обещал место. Четыре раза. То есть вы представьте, что пережила она за это время. И просто из ряда вон выходящая ситуация, это когда я отправила ей по почте уже разрешение на работу в оригинале. Мы были очень рады. Вроде бы работодатель ее ждет. И в тот день, когда она от меня получила по почте разрешение на работу, ей прислали из персонала Пталюнг, это отдел кадров больницы, информацию о том, что они готовят сейчас уже окончательный контракт и отправят ей параллельно по почте для получения визы этот контракт. А шеф-арцт ей прислал в тот же день письмо о том, что они все-таки не смогут ее взять на работу. То есть мы сидели просто, взявшись за головы, как такое может быть, почему эта ситуация вообще еще может происходить. То есть мы реально, это была ситуация газлайтинга. Ты не понимаешь вообще, люди адекватны, или мир адекватен еще после того, что мы пережили с ней вместе. Как на эту ситуацию реагировать? Ну, в итоге успокоились, решили просто отойти от этой абьюзивной ситуации и переключиться, и найти другого работодателя. Шестой вид манипуляции, манипуляция молчанием или вид абьюза, это манипуляция молчанием, это когда вам не отвечают на ваши письма, учреждения, молчат, не дают какую-то информацию или дают информацию, но не объясняют, почему это нужно сделать. Например, таким манипуляциям подвергались люди в концлагерях, когда им, например, давали задачу переносить камни из одного угла двора в другой, но не объясняли, для чего им это делать. Это подавляло их волю. Такую же параллель можно провести с процессом подтверждения диплома. Вот я, например, подавала, недавно, кстати, пришло уже, пришло разрешение, но я подавала заявку на получение допуска к прохождению аусбильдинг. И мне два раза назад отправляли все документы, не объясняя, почему они их не принимают. Ну, то есть, они писали, документы не в полном составе, заберите их назад. И все. Но не объясняли, что нужно именно. То есть, это доходило до какого-то... У меня было такое состояние, я не понимала. Я думала, что как будто я схожу с ума. Что еще нужно? Я же так долго этим занималась. Оказывается, им просто нужно было подписать Лебенслав, что очень часто требуется, но я просто в этот раз не подписала его при подаче документов на получение именно допуска к аусбильдунг. Это не требуется или в данном случае требовалось чуть ли не в исключительном порядке. Поэтому вот такие моменты, когда будут требовать документы, не объясняют, что именно нужно сделать или почему это нужно сделать. объясняли бы они при подаче документов, почему нужно эти документы подать именно так, именно в таком формате, тогда бы было и вам понятнее, сразу бы кандидаты все понимали, что и для чего и как нужно правильно сделать. И вот эта манипуляция молчанием или подача какой-то неполной информации, это тоже своеобразный вид абьюза. И проходя через это, человек получает моральную нагрузку, психологическую нагрузку. И, конечно, эти абьюзивные вот такие взаимодействия в процессе подтверждения диплома могут влиять и на физическое, на психологическое здоровье. Очень часто во время подтверждения диплома союзы брачные не выдерживают, то есть люди разводятся. Я знаю ситуации, когда начинали употреблять какие-то запрещенные вещества кандидаты, потому что не справлялись с этой психологической нагрузкой. Еще последний вид абьюза, который я прям сейчас вспоминаю, это обесценивание. Это тотальное обесценивание. Когда вы уже проходите весь этот путь, люди могут вам говорить, что да, что там, подтвердил диплом, ну что тут такого? Там же в Германии или в каких-то других странах нужны соискатели. Это было, наверное, проще простого, если все на каждом шагу трубят о том, что не хватает персонала. Да что тут такого? Или жена мужу может говорить, да что ты там делаешь? Ты там просто подал документы, ну и что, и ждешь теперь. А на самом деле человек для того, чтобы подтвердить диплом, годами учит немецкий язык, проходит через какие-то свои сложные пути принятия решений. Это постоянный диалог с собой, страхи, преодоление страхов. И на самом деле колоссальная работа над собой, которую кандидаты проводят ежедневно, чтобы не сойти с этого пути. И такой процесс может, как и в обыкновенных абьюзивных отношениях, влиять и на ваши отношения с семьей, с окружающими, с детьми. Человек может бояться или не хотеть общаться с другими людьми, становиться асоциальным. На пути кто-то может сломаться, не дойти до конца. Как же мы можем себе помочь в этом процессе, чтобы не сойти с ума и все-таки добиться поставленных целей? Первое, это, конечно, запастись терпением. Это такой банальный совет, но это так. Вы должны понимать, что то, как вам плохо, плохо всем абсолютно во время подтверждения диплома и переезда. Но в этой ситуации неопределенности не только вы находитесь, но находятся все абсолютно кандидаты, которые проходят этот путь, все люди, которые переезжают даже из одного города в другое, они тоже находятся в этой ситуации неопределенности. Как там будет, что там будет. Это давит на психику и может как-то влиять на человека. Второе, это, конечно, получить хорошую, качественную информацию, не читать паблики, не читать какие-то форумы, особенно не собирать в соцсетях обрывками информацию, а прийти на консультацию желательно к нам. Я предоставляю эту возможность. Мы в Zoom работаем с кандидатами, я отвечаю лично на все вопросы и после консультации у вас будет возможность задавать какие-то вопросы по имейл. Приглашаю вас на свою консультацию. Заявку вы можете оставить, написав на этот имейл, вы видите его сейчас на экране. Также вы можете делегировать кому-то задачи, но если вы не справляетесь с психологическим давлением, которое вы получаете в процессе подтверждения диплома, вы можете некоторые задачи делегировать, например, если у вас есть друзья в Германии, попросить позвонить, дать фольмах, то есть дать доверенность и по доверенности позвонить в ведомство или позвонить работодателю и попросить, поговорить, задать какие-то вопросы определенные, если вам уже очень морально сложно это делать или вы боитесь, или под этим воздействием вы просто не находите в себе моральных, ментальных сил на эти действия делегировать. И если вы что-то делегируете, обязательно и постоянно контролировать ответы, просить пересылать имейлы, контролировать каждый шаг, который делаете не вы, который делают за вас. Напишите, пожалуйста, в этом видео об истории, которые вам приходилось проходить о каком-то своем опыте и согласны ли вы со мной, что мы, проходя процесс переезда, подтверждения диплома, проходим некоторые этапы абьюза с теми сторонами, с которыми нам приходится взаимодействовать. Я желаю вам удачи, успехов, сил, будьте сильными, все равно практика показывает, что самые устойчивые, морально устойчивые люди доходят до конца. бывают, конечно, какие-то ситуации очень сложные, это провалы экзаменов, потеря документов, которые нужно просто преодолевать. И я желаю вам вот теперь так осознанно, понимая, что с вами происходит, я попыталась объяснить это в этом видео, получать результаты, к которым вы стремитесь. И увидимся с вами в следующих видео.